Когда-то он защищал родину, а теперь не живет, а буквально выживает на 20 ле в день. Ему было всего 20 лет, когда он отказался от того, о чем мечтал, чтобы выполнить свой долг. После вооруженного конфликта на Днестре он уехал в Россию, но через 27 лет вернулся домой в родные края. С тех пор он живет в нищете, забытой всеми. Это история 61-летнего Николая Данилюка из села Ларга Новоаненского района. С России переехал сюда, проблемы есть кое-какие. Вот переехал, брат умер, Серега, 6 лет назад. Это упало, мать 6 лет как умерла. Мужчина старается выжить всеми силами. И несмотря на то, что здоровье не позволяет ему работать, он вынужден это делать. Тем не менее, денег, которые он может заработать, ни на что не хватает. Орехи собираю, буду продавать, вот грибы собираю. Тоже будете продавать? Зачем продавать? А что, и кушать их не будем? Ага. Вон, вон, по деревне. А так собираю металлолом, вот эту, вот эту, орехи. Работаю по людям, у людей работаю, рассчитываю с этими леденями. А вот деньгами вы сколько получаете? Ну, вот я сегодня пошел и заработал 20 лей. Но работа тяжелая была. Вам хватает за 20 лей? Ничего. Ноль. Ноль, понимаете? Ноль. Мужчина с болью вспоминает о той войне. Когда-то он служил в военной авиации, спасал жизни людей во время землетрясения в Ереване. Несмотря на все свои подвиги в те годы, сегодня он чувствует себя забытым государством и не ждет от властей помощи. Вот это я. Это в каком году? Вот это я призывался в армию в 82-й год. Вы смотрите на эту фотографию. Вот какие эмоции есть у вас? Я служил два года в военной авиации именно в Твери. В 89-м я спасал людей в Ереване, землетрясение. Три месяца чудный покойник. Он приехал домой. Переживший столько страшных моментов, Николай не теряет оптимизма. Он надеется, что жизнь наладится и все изменится. Но о том, что сейчас происходит в нашей стране, он говорит с некоторой опаской за свои слова. Я тоже так думаю. А вы думаете, хорошо, если я скажу, там ко мне не приедут, не обидят. Если вы знаете, если не выбрали, может, я правду скажу, не выбрали Майю Санру, нам легче было бы. Верите в мои слова. Недавно правящая ПДС учредила пособие для ветеранов, но многие из них считают, что этой поддержки от государства недостаточно и что она не отражает истинную ценность их подвигов. Пособие, предоставляемое героем за выдающиеся заслуги перед Отечеством, составляет от 150 до 300 леев.